доброе время суток всем у нас сегодня 8 ноября 2019 год город таллинн 10 часов 54 минуты три с половиной градуса жары и естественно пятница с которой вас всех поздравляю у меня очень сложная неделя была хотя настроение вроде бы уже поднимается сразу хочу сказать что да действительно последнее моё вчера видео прошлую пятницу я там был уставший и честно говоря бы такое видео не выкладывал но просто у меня не было сил даже что-то еще делать да скучно но хорошо что хоть я поснимал центр города значит что у нас по таллину скажу чисто как житель жители у нас закончились уже давно белые ночи у нас настали черные дни черные ночи чё не черные дни черные ночи это что значит длинные ночи я еду на работу порядком 9 часам я еще попадаю вот в такую например светло я еще вижу дорогу фары фары включать не надо возвращаюсь в пять в пол шестого в шесть в семь уже хоть глаз выкали ничего не видно темно мне еще повезло что я хоть с утра вижу солнце не солнце а светлый день скажем на другой работе когда я работал я приезжал на работу там по моему в 7 30 7 20 я выезжал было темно и вы это видели это показывал возвращался темно и бывали такие дни допустим если много работы было и ты на улицу не выходишь тот чисто вот вы проснулись темно а вы легли ночь проснулись ночи приехали на работу ночь поработали выходит с работы ночь 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 полярная ночь шучу конечно короче дня не видите бывало такое у меня здесь хоть с утра ты это видишь хоть немножко не немножко хорошо немножечко положительных эмоций добавляет это раз рассказал второе второе хотел сказать что нам привезли и поставили вчера елку на радужную площадь если будет возможность возможность я обещаю что мы пойдем посмотрим ее и в субботу или воскресенье и вот здесь проблема у меня сейчас на работе так много информации на голова забита что я могу пообещать но просто мне не будет хватать времени потому что у меня запланировано вообще все все выходные хочу сам хоть пойти посмотреть что как за елочку признали нарядили уже и наряди нарядят ее выходным не нарядят как-то так про елку сказал про это сказал да все мне где-то в месяца месяца два назад врач посоветовал ходить в бассейн и я вам сказал что бассейн я взял абонент у нас в револь спорт в 100 центре города в старом городе 39 евро выходит целый месяц не ограничено и я смотрю что это мне помогает бассейн баня мне это хорошо соответственно двухчасовой поход туда стоит 11 евро я плачу 39 евро за месяц что-то выходит что если я выходить только по выходным дням то в принципе зачем мне брать было абонент подписаться договор я мог бы и просто платить 11 евро каждые выходные поэтому я стараюсь да и для самого здоровья тоже выскочить какой-то еще рабочий день туда буквально хотя бы на части чтобы ну будем так сказать что вышло больше за свои деньги что я плачу как-то так наверно поэтому правильно сказал соответственно я один точный день куда я когда я могу доходить на субботу или воскресенье поэтому если еще то мне планы в субботу открываются очень трудно пообещать что-то даже и забурлил забурлила как я уже сказал информации стойко что мне даже уже надо записывать себе дневники я раньше смеялся зачем люди ведут ежедневники так все понятно и логично жизни а нифига как оказывается вести дневник ежедневник ежедневник записывать что надо как меня научили очень способствует рациональному так со словом сказать трудом да что ничего не забываешь все всегда под контролем спасибо что мне этому научили кстати вот сейчас мы едем один из моих рабочих обязанностей снабжения еду с магазина в магазин покупаю товар людям что где покупаю говорить не буду хотя нет я не сделаю секрет куда мы сейчас едем сейчас едем в района классно бывший завод двигателя магазин век по моему будет откуда я еду я не скажу почему потому что секрет насчет аккумуляторами вчера пришли два новых аккумулятора на камеру потому что старые у меня действительно уже снимают только по полчаса один у меня вообще умер сейчас ты еще с утра кстати снимал видосы говорил это не говорил сейчас у меня все стерлась видимо камера осталась холодной машине машине просто например на просто у меня разбитые файлы почему-то на карточке хорошо что вовремя заметил и заново наговорим сюда да так что-то еще хотел сказать про это сказал про это сказал и про это сказал тогда рабочий день пятница в разгаре мы приезжаем прямо к району лас на предпеки обсказал прямо торговый центр юлимиста кстати по левой стороне колесо обозрения и т-1 мол говорят этот центр так торговый несет убытки действительно очень непонятно вот с левой стороны т-1 с правой стороны юлимиста вот здесь торговый центр через дорогу как они как бы выживают рядышком не знаю или места вообще ставим нас одни самых больших торговых центров я сейчас задумался смотрю так все записано что купить надо вроде бы все записано с утра выходишь уже два градуса было под и полтора у нас я выходил в мою машину заводишь холодно минуты две три постоять надо обязательно машину прогреть хоть теплый воздух запустить не знаю я не люблю никак жару и также я холод не люблю почему-то допустим при семи градусах что было мне футболки обалденно ходить было по улице все два градуса мне жарко я не могу себе одежду подобрать почему потому холодно почему потому что на улице холодно в машине жарко не знаю что носить ужасно просто сейчас мы поедем в инновационные район что и так сказать и вы надевали инновационный город не ватсоне сити как называлась по моему да я там ходил полу в прошлом году мы снимали видео показал бывшие дома двигателя что из них сделали какие яички из них получились ой опс таксо держите и мне надо уехать в правую сторону да давайте попробуем перестроиться вот от этого зеленой стекляшки как раз и начинается за район как вы сами понимаете мне сейчас рабочее время мы ездить пока с особо ничего не могу я еду в конкретную точку здесь настолько много до этих домов сделать с офисами с конторами что у хобби киев сказать интересное по правой стороне магазин где продают всякие разные фишки наверно для увлечений а на обратном пути не забуду хочу сказать что он есть в планах купить четыре дорогие вещи ладно это попозже сейчас повернем направо я на по своей сути уже должны там будут ждать ну ну давайте едете быстрее вы видите еще одно здание построили не построили пока не мерят отделку уже до заканчиваю это вот этих всех домов зданий контор построили специальный же магазин продуктовый silver мы построили используют старое здание чтобы люди могли сюда на обед сходить еще ярки осклепили слева справа ух ты сколько их зданий очень осторожно здесь надо быть здесь переходы люди бегают эти конторские широкие переходы прямо по всему перекрестку осторожные знаки стоп ну короче следите здесь такой район не погоняешь тебя тоже не особо любитель погонять а что ты стоишь женщинами знак стоп еще уступить дорогу на право наверное сдавали в поеду так ладненько вот сейчас мы приедем магазин ведь и век есть и не будем там загружаться ухты и все фермы знакомые все просто-напросто знакомые все берут все с одного места поедем немножечко дальше покатаемся сейчас 11 часов 31 минута город таллинн еду обратно на работу значит о чем мы остановились что у меня есть планах купить четыре дорогие вещи я сейчас об этом конкретизировать не хочу как что и к чему одно будет связано даже с этими с видео пока еще тренируюсь учусь кто-нибудь кто-то уже понял возможно чему-то все говорю что потихонечку это бы все об этом буду рассказывать и и ну куда ты едешь ну это пмв ясно к лету это должно быть это у меня план это у меня цель это просто не может не быть вот так вот дальше 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 пока все сейчас про и в районе аэропорта едем обратно в город поедем сейчас по другой немножко дороге вам покажу развязку а которая сам недавно узнал возможно будет интересно смотрю снимал видео достаточно много и только где-то по 50 процентов ушло зарядки хороший аккумулятор мне это нравится меня это устраивает как видите мы сделали круг мимо вокруг бывшего завода двигатель сейчас будем обратно ехать по улице ярвы вана и оттуда свернем по новой развязке на улицу фильтри скажем так что там тоже есть на происходят какие-то большие постройки за месяц засечем это камеры не это не знаю время покажет видите какие у нас пробки около 12 часов дня люди как бы работают двигаются между рабочими местами в принципе как и я так сейчас вспоминаю что я хотел говорить что-то хотел говорить и говорил очень много рассказывать что какие темы были не помню в любом случае в любом случае знаете что думаю что все таки надо будет сходить в старый город ради даже своего интереса посмотреть на эту елку говорят что ее срубили в этот раз в пределах талина в районе хаберсти на фотографиях достаточно большая такая была вот видите там виадукт а сзади виадукт там и машины едут там уже новый мост мы по нему кстати часто очень ездим нравится видите оранжевого цвета машина едет обалденно нравится знаете когда выделяешься из всех что ли оранжевый цвет там такой кстати говоря вот эта развязка перекресток для людей которые попадают сюда в первый раз она тоже такая сложновато но те кто уже в теме знает какой заранее ряд занять куда что свернуть он даже очень удобен поэтому можем сделать вывод что конечно сделать для всех но те кто тут чаще всего ездят оценили его стал мне кажется менее более безопасным я хотел сказать менее опасным но часы пик здесь все стоят я хочу занять правую полосу мы очень редко ездим по этой улице я здесь чаще всего бываю на выходных днях а в рабочие дни в пятницу мы ездим одним и тем же маршрутом поэтому сегодняшний день так разбавим в любом случае я еще поеду обратно домой может быть что-то интересное случится за день в чем правда я сомневаюсь значит кто был помнит в Таллине улицу Верине закрыли с выездом на вот эту Ярв Ивана и чтобы оттуда сейчас выехать надо делать небольшой но все-таки надо делать круг жильцы были против жильцы кто живут на этой улице были против но оно есть как есть и вот здесь есть такая развязка мы если съезжаем с Ярв Ивана сюда и через это круговое движение у нас есть уже возможность вернуться в центр города или же в район Кристины видите что-то здесь строят я не знаю какой-то длинный-длинный ангар вот реально не знаю не знаю что это но сваи стоят эти бетонные если вы хотите в центр города в правую полосу если хотите в Кристины остаетесь в левой полосе значит мы приехали перед нами как раз военное кладбище с бронзовым солдатом вот как раз если не было бы синие машины его можно было бы даже увидеть потому что деревья опавшие кстати насчет опавших деревьев смотрите деревья опали хотел сказать голодные-холодные голые деревья стоят и листьев вы уже особо не увидите ну нет листьев убрали мне кажется очень некрасиво когда эти листья валяются поэтому наши муниципальные службы в этом отношении занимаются делом что кстати касается и хозяевов частных домов возле частного дома за территорией за забором там сколько там не знаю прилегающая территория за ним должен ухаживать хозяин дома сейчас вот там бронзовый солдат прямо видно да в цветах и вот тут по левой стороне ангар я не знаю он длиннющий но навскидку ну метров 300 наверное ну 250 и при том что уже сзади начинают потихонечку обшивать его чем-то что здесь может быть такое ощущение что это что-то такого большого то ли какой-то центр будет то ли какой-то ток для ну вот не знаю что это такое по моему сэндвич панели даже не знаю я в строительстве как бы не очень здесь что-то какая-то новая струйка и вот танец строится 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 кран прямо на дороге ветер подует не дай бог а с правой стороны кстати мы проехали была танецкая тюрьма бывшая пятерка кто в курсе какое-то время я был с ней связан хоть думаю в хорошем или в плохом смысле не важно для кого-то плохое это хорошее для кого-то хорошее это плохое поэтому люди мы разные итак поехали поехали сказать хотел насчет частных домов значит если у вас я точно этот же закон не знаю хотел сказать я не юрист хотя по образованию вроде бы я юрист надо посмотреть диплом свой будет если у вас частный дом и перед забором есть такое зеленое насаждение в виде газона за этим ухаживать и вы вот скажем как мы сейчас сидим видите забор тут зеленая травка вот за этой зеленой травкой не город должен ухаживать а хозяин этого здания я почему это помню потому что когда жил до 2002 года в частном доме а после до 2012 еще маня мама там и родители жили за это ходили муниципалы муниципальная полиция и делала замечание заставляла людей убирать дом муниципалов я не помню кто это делал ну может кто-то из управы там районной местной и приходилось это все убирать ну как хорошо плохо в любом случае никому не очень хочется чтобы перед его домом были завалы этой грязи это было на плечах или скажем так на перевешено на хозяина дома частного как-то так тишина машина рядом стоит и там я прямо слышу как там радио работает по бензину видите у нас евро 39 хотя на выходных по моему было евро 29 что я на 10 центов разница хочу еще сказать что кто заметил что на выходные чаще всего на беззаправках почему-то скидывают цены поэтому если хотите заправиться ждите субботы или воскресенья и переходят дорогу даже не посмотрят вот да мы сейчас будем поворачивать налево по правой стороне у нас останется бывший фанерно-мебельный комбинат здание красивое я думаю сделать там квартиры и еще что-то кстати здесь район тоже застроили уже буквально недавно здание красивое но его надо приводить в порядок что-то здесь будут делать но не все сразу а с другой стороны фасадное что выходит на Пярдусское шоссе оно уже облагорожено мне вообще очень нравится спа и киви вот этот вот эти дома внутри делать квартиры я сейчас недавно узнал называется стиль лофт когда такое типа промышленное помещение промышленного здания происходит вот такие как его инновации инновационные решения допустим построить там квартиру на два этажа с открытым вторым этажом мне нравится все мы выехали в центре города опять и что у нас навстречу очень много машин здесь пустая полоса редкие пешеходы все работают я кстати говоря по моему в среду ехал в бассейн и попал здесь в такую пробку я вот отсюда до кинотеатра Космоса наверное минут сорок ехал стоял буквально что можно проехать за две-три минуты поэтому да есть у нас пробки есть у нас таяние пробки я это почувствовал в своей шкуре и обогнуть ее никак нельзя было ну что повернем сейчас пройдем очень секретной дорогой когда здесь стоят машины мне надо ехать вот в эту сторону я обычно проезжаю через парковку больницы Магдалина больницы и все-таки поликлиника не знаю как сказать все-таки скорее все-таки поликлиника если здесь ехать очень осторожно медленно то без проблем я добираюсь кстати больницу смотрите тоже реновирует фирма фидель не знаю кто такие был проект я точно знаю что хотели объединить все таймские больницы в одну сделать супер больницу где-то в районе лас нам но но по ходу этот проект встрял судя по тому как облагораживают больницу Магдалена что проект похоже поместимся разойдемся ок и и не будем хамить разъехались так на сегодня все не на сегодня все не знаю как у вас 144 то у меня еще пять с половиной часов рабочего времени может быть даже еще больше если будет все хорошо съездим с вами сегодня в район пыхе вчера ходил на праздник детский сад к дочке отмечали день отца они в садике было очень приятно так сказал бы так сентиментально до слез аж так что если все будет все норм сегодня съездим еще раз туда продолжим пятничное видео сейчас на часах 17 часов 11 минут полностью уже можно считать выходной еду уже по своим личным делам еду за ребенком в район пыхе часто мы там бываем сейчас я попробую здесь как-то объехать все не знаю почему это пищание постоянно как бы заботишь машину начинаешь двигаться он говорит что салла в аутсайд он холодно а к чему этот знак я не знаю посмотрите машина здесь паркуется и сплошная вот как здесь ехать я еду по встречке еще и сплошная и там еще поворачивает ну давайте проезжайте что вы там такой самотошные как и называется вечер сейчас будем выйдем опять будьте в огнях все в машинах я не знаю почему но есть как есть итак я когда-то говорил что у меня ребенок ходит в русский детский садик в русский за станке и русскоязычный как правильно сказать на русский детский садик но в группе есть по моему два ребенка по моему они эстонцы родители решили отдать их в русскоязычные сад почему это уже решение права этих родителей что хочу сказать вы пост EPS Наверняка, как и в любых почти других странах, потому что я, мне кажется, с детства в садике я помню, что у нас был воспитатель, старший воспитатель и нянечка. Вот сейчас, куда ребенок меня входит, точно так же есть старший воспитатель, воспитатель и нянечка. Но, по-моему, с прошлого года, нет, с этого года, да, все-таки, да, с этого года, есть еще один воспитатель, она из Тонко. Вот именно ее дела, учить детей и общаться именно на эстонском языке. Господи, ничего себе, как здесь машинами, спасибо. Вот так-то, вот так-то, еще не говорите, что там еще... Я уже понял, когда выезжал с работы, что какая-то странная суматоха с машинами, что здесь будет вообще полный коллапс, он случился. Ну вот, и она из Тонко, она, я так понимаю, вообще, по крайней мере, я когда вчера был на празднике, я понял, что она по-русски вообще с детьми не общается. Не только с детьми, с родителями. Может быть, это что-то, такой опытный какой-то вариант, может быть, это идет действительно уже подготовка, полная подготовка к переходу на эстонский язык обучения. Не только школ, но и садиков тоже. Трудно мне сказать, но факт остается фактом. Хорошо это или плохо, это, конечно, хорошо, чтобы дети уже с самого садика попадали в эту среду и не закрывались именно в своем языковом общении, да, а были уже многоязычные. И это нормально. Кстати говоря, это касается вообще всех жителей Эстонии. Уже скрывает это факт, мы стоим, что в Эстонии двоязычие, оно есть как эстонский, так и русский язык. В Таллине, скажем так, что в Таллине и в восточных районах без знания русского вам будет придется трудно, даже сложновато. Ну, так же, как и без знания эстонского, соответственно. Хотя в восточных регионах, я думаю, что эстонский язык не катит. Хотя, вы знаете, я вам скажу лично по Таллину, что как русский и эстонский, просто, ну, элементарные знания второго языка, они просто необходимы при любой работе. Элементарные знания необходимы для жизни. Ну, как-то так. Так что, если это идет все обучение такое вот уже с детского садика, то это все супер. Что я хочу сказать. Песни пели на эстонском языке тоже вчера, и я говорю, все про садик, я темы как раз развел. Я вам скажу интересную вещь, что дети без акцента говорят на эстонском. Если есть, он еле заметный, еле слышимый. Скажем, я на свою слуху могу определить, что они почти без акцента, скажем так. Я уже сто раз говорил, наверное, вот когда едешь в такой темноте, реально, я ничего не вижу. Надо сидеть заранее. Хожу, например, но представляю, где пешеходные переходы, я притормажу. Но, скажем, если человек не местный, очень сложно. Здесь, как всегда, левый ряд и правый ряд. Левый ряд то, что мне надо прямо ехать, правый мне не надо. Но бывает такое, что левый ряд хочет повернуть чем налево, тебе приходится стоять, ждать. И проще было бы встать в правый ряд и обогнать эту машину. Ну, как тут сейчас получилось? Лотерея как, прошла, не прошла? Все, супер, все поехали прямо. Кристина, торговый центр Кристины подсвечивается, уже только горит. Вообще, да, все, смотрите, на столбах уже новогодние. Включили подсветку новогоднюю, ну, праздничную, давайте так скажем, новогоднюю, рождественную. Вот так, рождественскую будет правильнее. Уже все. Сегодня у нас, запомним, восьмое, восьмое, да? Да, восьмое. Ноября. И уже включили. Хорошо. Не хватает чего снега? И слава богу, что его нету. Как только начинается снег, все, начинаются какие-то аварии непонятные. Думаю, как поехать так и так, так и так, так и так. Давайте поедем сегодня, не хочу я впихиваться туда, в дальний ряд, поедем немножечко по-другому. Тем более, что время у меня есть. Я, кстати, говорил про садик или нет? Да, говорил, как там, надо ребенка забрать до шести. Но если говорил, повторю, ничего страшного в этом нету. Мне было интересно, а что случится, если к шести родители не приезжают? Говорят, что сразу передают это в полицию, звонят и полиция забирают. Потому что у любого родителя должен быть телефон воспитателя группы, что если он опаздывает, он позвонит. Хотя в любом случае, где-то, наверное, уже без десяти шесть, без пяти шесть, ну, хотя, может быть, и в шесть часов, воспитатели сами пытаются связаться с родителями. Ну, слава богу, вот на... Я такого не видел, чтобы там в полицию звонили, все-таки все успевают. Но люди разные бывают, разные ситуации тоже могут быть. Посмотрите, стоим, зеленый свет горит, мы не двигаемся. Уже иногда бывает там красный, зеленый моргает, только-только пошла движуха. Это значит, тебе надо стоять здесь точно два-три светофора. Или можно машины уходят все направо, может быть. Да, это тоже идет направо. Я не хочу сегодня туда ехать, потому что там, я показывал, набиваются, и дорога там не очень поднимешься по-другому. Тем более, давно так не ездил через Энгло. Вот такая у нас движуха по вечерам. Я обычно с работы, когда еду за ребенком, у меня рабочий день до пяти, но когда еду за ребенком, стараюсь выехать в 17.30, так, чтобы где-то в 17.50 приехать в садик, иногда обижаются на меня, что рано приезжаю и не даю ребенку поиграть или доиграть, так что ли скажем. Короче, вы сами понимаете, жизнь, она, наверное, в любой стране, в любом городе, она рутинная. Допустим, у семейного человека работа, дом, семья, скажем, идешь, едешь за ребенком, сажаешь с ним в магазин, после магазина домой, парковка, потом за ребенком надо пойти там сполоснуться, покормить, потом сам хочешь душ еще принять, потом уже после этого думаешь, ох ты, а сегодня же пятница еще, и надо удалить, уделить время себе. Уже давно для себя сделал в пятницу, у меня по вечерам всегда какой-нибудь нахожу фильм посмотреть. Несовременно, так что не сказать, быть правильным. То есть, эти высотки, которые там, в моем районе, прямо отсюда же видны, эта подсветка такая, вот прямо от тыли, отсюда вижу этот дом. Уже мой район начинает меняться, не говоря о самом городе, о центре. Хорошо это или плохо, время покажет. Вот, а мы встанем вот в этот ряд. Хочу сказать, что особо больше подсветок нигде нет, это рождественских. Но потихонечку, наверное, все будет все больше и больше их зажигать. Здесь есть вообще темнота, смотрите, вообще ночь, реальная ночь. Вот выключить сейчас нам свет здесь, все, вы ничего не увидите. Это будет как Кишинев в Чеканах. Кто знает этот район? Я, правда, там давно не был. Я помню, когда-то давно, в 90-е годы, когда мы бывали в Кишиневе, я помню, что освещалась только там, не знаю, по-моему, главная, то ли улица, то ли вообще только... Короче, темно было, фонарей, ничего не горело. И тем реально было... Ты идешь при свете луны, нифига не видишь, кто знает южные ночи. Но вот южные ночи ничего по сравнению с Таллином. У нас хоть подсветка. Я, кстати, тоже так думал, что у нас ночь даже зимой светлее, чем южные ночи летние, скажем, в Молдавии. Оказывается, просто я городской житель, и все с моей ночи проходили именно вот так вот, понимаете? Таллин даже в советское время, те же тяжелые 90-е годы, походу, всегда освещался очень хорошо. И даже район, где я там жил, у нас частный сектор был, вот эти столбы стояли с подсветками. Зимой всегда все было светло и видно. Вот ты едешь, смотрите, сколько фонарей сверху, через каждые сколько, наверное, метров 10. Они на таких здесь этих тросах, что ли, вот так будет правильно сказать. Естественно, куда-то ехать туда во дворик, в подворотник, сразу почувствуете эту темноту. Опять же, не всем нравится именно вот этот, скажем так, ноябрь, декабрь, январь. Будем так сказать, многие попадают у нас в такую депрессию вот в это время, когда постоянно темно, темно, темно. Ну, видно даже по людям. Единственное, что посередине этих трех месяцев, ноября, декабря, января, попадают эти рождественские праздники и Новый год. И это как-то скрашивает, что люди как бы в суматохе. Этот месяц еще ноябрь так, а уже с декабря уже готовятся к праздникам, какие-то подарочки готовят. Потом в январьский, после праздничный отходняк, а уже там у нас у февраля дни начинают увеличиваться, и это заметно. И солнце светит лучше намного. Ну, это так, немножечко так лирики, как получилось, так сказал. Не лирики, а как его? Реальность. Лучше так сказать, реальность. Пешеходные переходы у нас неурегулируемые подсвечиваются у нас этими LED-лампочками. Это ради интереса. Может быть, заедем сюда, во дворик, и я посмотрю, как там освещается. Почувствую, что сейчас еще и дворик освещаться будет. Вот с правой стороны дворик. Хочу заехать туда. Но, как всегда, приходится... ждать. Кстати говоря, сегодня, я не знаю, поехал в сторону своего района, поэтому движение более-менее так нормальное. Вчера я ездил, в среду я ездил в центр, через мост-виадукт Пярну-Манта, Пярну-Манта и в сторону космоса. Я уже говорил сегодня об этом. Там такая пробка жесткая была. Очень долго-долго-долго ехал. Вот просто двигаешься медленно, буквально там метров 10-15 продвинулся. Опять стоишь. Кстати говоря, видно здесь отсюда, что и слева, и справа, и посередине везде эти фонари, подсветка. Ага, а что нам во дворик ехать? По дворе тоже есть фонарь, он тоже подсвечивает дворик. Так что не поедем мы оттуда. Это не, знаете, давайте, в принципе, поедем. Ну, не знаю, вот, заезжаем во двор, а здесь у нас раз и два фонаря обнял. Успеем? Поехали. Ой. Это, оказывается, я думал, сейчас обгоню, стоят две машины, оказывается, просто все хотят ехать в ту же сторону, что и я, поэтому здесь этот хвост. Видите, по правой стороне две полосы вообще свободные, ну, полоса общественного транспорта тоже, а это именно те, кто едут в район Пыхья. Кстати говоря, а вот здесь я уже вижу такая, свет этих, как его, прожекторов или фонарей особо не достают, но зато там прожекторы, не прожекторы, а подъезды подсвечиваются. Здесь уже видно, что намного темнее. Но, опять же, нет такого ощущения, что ничего не видно. Все равно все видно, видно, асфальт я вижу отсюда, все видно. Даже смотрю, он с левой стороны производственная, это территория троллейбусного парка, и по территории эти фонари прямо стоят, и все видно суперски. Ну, в смысле, пытаюсь объяснить, рассказать. Это, видите, еще синие, синие лампочки. Ну, это вот здесь, это вот два, слева, прямо и слева, посередине и выше, чуть-чуть выше. Это, наверное, что-то для троллейбусов, какие-то знаки. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня такое ощущение, что правый ряд идет и будет впихиваться в этот, в котором я нахожусь. Нет? Угу. Здесь мы опять стоим на красном. Если, думаю, интересно, здесь украшалось что-то у нас, нет, здесь не украшалось, но по левой стороне этот троллейбусный парк, и там елка, и там еще, по-моему, муниципальная полиция у нас, и там елка перед входом, и она, по-моему, всегда в гирляндах была. Кто-то ее наряжает, муниципал или водители троллейбусов, я не скажу. Но елка там всегда наряженная. Мы еще, кстати говоря, сейчас я заберу ребенка, и еще поедем с вами до магазина. Магазин. И гали. О, ага. Ну, я тебе говорил, все-таки умные. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ого, и автобус еще. Ёх ты. Вы смотрите, что творит, а. По правой стороне вот эта, пожарная часть. Я как-то обращал на это внимание. Ого, это тоже. Чуть аварии не было, видели, да? Затормозил как. Вот точно так же я сделал себе аварию. Так вот, пожарная часть была, а там мы решили, по-моему, какие-то квартиры делать. Интересно, башню оставят или нет? Ну, должно, наверное, оставить. Слушай, там внутри уже отделка какая-то идет. Вот так происходит, как я уже говорил, простые жизненные, рутинные дела жителя Таллина, среднего жителя Таллина. Но зато в два выходных можно отоспаться и не читать рабочие письма. Опять ожидание такое, у меня кончились слова. Ну, давай, 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 едем. Что у нас судится из цели? Вроде ничего. Звездочки, я смотрю, есть на столбах, есть, но не зажгись еще. Рано. Рано. Нет, что ты понимаешь, что ты понимаешь, что все ночи длинные, длиннющие, когда он, ну, этот момент наступает, я не знаю. Ну, вот в ноябре дал всегда так. Смотрите, там три машины выехало. Я четвертый. Главное, что интересно, что конец рабочего дня, как бы должны машины ехать в ту сторону, покуда со мной, а нет, три машины, а третий, ехать туда, возвращаясь домой с работы. Вот BMW, ну, куда ты встал, как-то странно ты встал, а встречка как бы должна была быть пустой, а нифига, и туда, и сюда они ездят. Короче, я приехал в садик, сейчас забираю покемона, еще мы с вами встретимся. Не знаю, что у меня происходит с камерой, но что-то такое ощущение, когда в машине стоит камера, что-то происходит, то ли с ней самой, то ли с карточками, посмотрим. Итак, эстонское время 17 часов 44 минуты, едем в магазин, да? Ну, да. Наверное, поедем по этой уже дороге. Мы вот в этом ряду, я точно знаю, что этот ряд выходит туда, куда мне надо, а вот куда ломанулся этот микроавтобус, он будет переходить, сужаться вот сюда, ну, в мой. И, знаете, как все гонят, чтобы быстрее, быстрее, быстрее опередить. Спешка такая, мы с вами, кстати, ехали по встречке в садик. А здесь видно, видите, какой хвост красный, аж что-то до той деревни. Хочется посмотреть, интересно украсили чем-нибудь улицу Сыпруза, да, ну, в нем ехал, видно не было. Сейчас заодно посмотрим, будет ли там эти снежинки гореть или нет. Что у вас в садике было интересного сегодня? Сегодня был английский. Английский язык? Да. Кстати, слушай, скажи такую вещь. Сколько у вас воспитателей? Четыре, да? Да. А одна вчера была Кристи, да? Что это за воспитатель? Кристи, она воспитатель, учит эстонский. Вас учит эстонскому, да? Она с вами говорит по-русски и только по-эстонски? Только по-эстонски. Вот, чистый эстонский, потому что ты не говорила с нами по-русски и по-эстонски. Угу. А почему... О, я пропускаю, да вышло. А если что-то ты не понимаешь, что она говорит, что вы делаете? Просто я это сказала, ну, чтобы она еще раз, еще-еще, и мы после нам, а мы где-то такое слово слышали и понимали. Хорошо. Вообще я все понимаю. Я один раз в сказочной сказке переводила то, что Кристи сказала мне перевести. Угу. И она по-русски вообще не говорит? Вообще. Она притворяет, что она не умеет говорить. Но она говорит, пока мы с ним свеклись, кем хочет по-русски. Окей. Ты слышала, что она говорит по-русски? Слышала. Ну, вот так вот примерно то, о чем я и говорил, это я так, в принципе, и предполагал. Так оно и есть. Виски. Виски. А виски откуда? Что у вас? Откуда? В садике учите? Виски в садике. Да, да. Мое по-русски. Виски в садике, да? Я медвежат вырезал из сутной бумаги. А в этом вообще ничего. В этом паспорт тоже. В садике есть уроки эстонского языка? В книжках, да. Книжках, а в садике? В садике. Вистья с вами же, наверное, научит что-то? Да. Что научит? Учит ловище, фрукты. Дни недели, которые тренинги проводят. Ну и как по-эстонски дни недели? Вы же каждый день проводите тренинги. Сегодня проводите тренинги, только по-пятнице. Ну и как дни недели, по-эстонски? Ну? А что вы там учили? Я знаю, как будет пятница. Как? Реды. Ну вот так. Слава богу, ты слово пятница знаешь. Ну и как? Окей. Ладно, нормально. Все, едем дальше. Все, мы выехали на улицу Сыпру, за поездом. И да, здесь снежинки уже, видишь, там горят. По правой стороне на столбах уже будут видны. Ты на выходные хотела бы елку пойти посмотреть? Супер. Ну и сладко. Почему? Только могла бы воскресенье. Так я про воскресенье говорю. Хорошо. Потому что у меня получается утром просьба и коньки. Угу. А дальше? А в субботу у меня росьба и коньки, и уйдем сразу. Ага, утром. Окей, ясно. В этом большой плюс маме. Ходит, увлекается чем-то, да? Ты, кстати, научился плавать или нет? Научилась. Ну и обгоняй меня, или реши что-нибудь, что делаешь. Потому что мне через остановку поворачь направо, а тут и не едет ничего. Так, все. Здесь уже... Вот, какие большущие снежинки. Кстати, у меня такое ощущение, что в прошлом году не они были. Возможно, надо посмотреть свои старые видео, да? Но мне кажется, что были какие-то другие. Эти китайцы уже очень большие. И видно, что ледовские. И, кстати, они помимо снежинок, смотрите, поперек дороги еще гирлян. Видишь? Нет, 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 вы ничего не видите, я тоже ничего не видел. И вообще не я за рулем. Я на желтый случай. Машина случайно на желтый поехала. Вот как-то так у нас подошло к концу рабочей недели. Я пожелаю всем мира, добра, уважения друг к другу, осторожно на дорогах. Всем у вас спокойного города, как наш Талин. Мне надо все-таки заставить себя сделать видео про Хапсулу. Я все-таки в любом... А с другой стороны, знаете, зимой будет интереснее посмотреть его, может быть, даже. Это раз. Второе, что я хотел сказать. Елочка эта будет по мере возможностей. Уже елочка. Где елочка-то видишь? Где? Что елочки стоят? Они здесь всегда стоят. Да? Или нет? Ну, не знаю. Ладненько. Сейчас запаркуемся с вами. Опа-на, смотрите, помните, здесь была будка с кебалом. С кебалом, да? Помнишь, что было как бы... Да. Его всего больше нету. Сломай. Нет, не сломай. Я думаю, бизнес не пошел у людей. Ну, да. Еще было там объявление, что ищут работу. Равно, наверное, припримут на работу кого-то. Но кто-то, видимо, не пришел. Да, с работниками у нас очень-очень-очень туго и плохо. На сегодня все. Встретимся. Обязательно встретимся.